Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 1430M 99,1 FM. На нашем веб-сайте radioNVC.com, на нашем YouTube-канале RadioNVC. С вами в студии Сергей Зацепин, Анатолий Червец. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, чем ближе к выборам, тем больше обострений обостряется. У нас есть тут местная... Для тех, кто живет в Чикаго, в пригородах, знают, есть одна местная активистка. Женщина уже не молодая. Честно говоря, ну, скажем так, взрослая. Мягко, чтоб не обидеть. Да. Ну, примерно такая же взрослая, как Джо Байден. И примерно похожа с теми же проблемами ментальными. Периодически выдает нетленки такие. Вот стихотворение написала. Причем женщина, которая раньше пользовалась уважением в общении. Бизнес, леди, школа у нее компьютерная, по-моему, была. Да, была такая. Или есть, или не знаю. Не знаю там. Ну, в общем, человек работала, зарабатывала деньги. Не знаю, за счет того, что учили людей, так сказать, компьютерным навыкам, или за счет там всевозможных H1B, ВИЗ. Вот это, по-моему, основной доход был. Ну, не знаю, не стану утверждать, но есть подозрения. Вот стихотворение написала. Вы уж меня извините, я позвольте себе зачитать этот стихотворение. Это не мое. Потому что если бы я сказал, что это мое стихотворение, мои бродяслушатели сказали, что я свихнулся. Ну, вот примерно так это звучит. Трамп накакал и пошел в войну на всей планете. А убирать это дерьмо придется нашим детям. Взрослая женщина. Я поэт, зовусь я Светик. От меня вам всем приветик. Вот такая нетленка. Сейчас я вышел. Это не все еще. Тут есть у нее один пост, где она пишет, ну, такой открыткой картинкой, и она пишет, Трамп собирается меня убить. Ага. Это уже манечка. Это диагноз. Еще 50% населения США. И, то есть, ну, она не просто, она там призывает, давайте соберемся вместе и поможем нашим демократам, так сказать. А вот еще у нее очень хороший пост, такой яркий. Так. Black Lives Matter. Ага, ну да. Особенно для нее. Честно говоря, я не знаю, но как бы... Меня, знаешь, интересует, вот я прошу прощения, просто вот действительно интересует. Человек, которого настолько волнует Black Lives Matter, у меня к ней был бы первый вопрос. Какое количество времени она провела где-нибудь на южной стороне Чикаго, в каком-нибудь центре помощи черным или черному населению? Вот сколько... Что сделала конкретно? Да, конкретно. Хоть одного. В общем, женщина выходец из Минска. Я не хочу не оскорбить никого, никого из Минчан, но женщина выходец из Минска. «Давайте повеселимся и поддержим великое дело», пишет она и поместила вот это вот призыв Black Lives Matter. Они проводят очередной с 6 до 8 анзум семинар. А вот мне интересно, а принимала ли она участие в поддержку Black Lives Matter? Ходила ли она по улицам, бомбила ли магазины? Там на этот счет были дискуссии, как бы, ну как же, она утверждает, что это мирные демонстрации. Но вы видели результаты этих мирных демонстраций, ей как бы указали. Элочка, Элочка. Кстати, ее зовут Элла Забицкер. Многие ее знают. Местные, я не знаю, люди, которые там нас слушают, смотрят на YouTube, наверняка, ну, издалека. Они ее не знают, но вот те, кто местные, наверняка ее знают. Элочка, ну какие же это мирные демонстрации? Они громят магазин. Ну, ничего страшного. Магазины имеют, смогут нанять секьюрити. И магазины имеют страховку. Вот мне хотелось бы поинтересоваться. Элочка, а если придут к вам в дом и расхерачить его к ядрени матери, а вы как? Вы тоже отреагируете спокойно? Ну, дескать, страховка все покроет. Вот такие пироги. В общем, обострение. Я думаю, что нужно Элочку Забицкер пригласить куда-нибудь на какую-нибудь террасу-ресторан и туда же навести Black Lives Matter. И посмотрим, как в нее укрепится ее мышление. Добрый день. А вот, брат, скажите, а в какой группе это она пишет? Это Забицкер. Это она пишет на своей собственной странице. Элла Забицкер. А, я думала, это в нашей группе инвести-рэйдио. Нет, в нашей группе ее нет. Туда она еще не дошла. Это она на своем. Есть у нее несколько поклонников, которые... Ну, вообще, Элла считает всех нас, кто, так сказать, не поддерживает, не разделяет их леворадикальную адженду, всех нас считает ненормальными, совками, в общем, необразованными и так далее. Она не скрывает, она об этом пишет. Да дело всего в Америке. И такие... Такие манки у нее левые. Ужас. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я просто... Мне просто стало стыдно. Элла Забицкер, я не знаю лично, но она была родственницей нашего очень хорошего соседа, который и воевал, и до 90 лет на велосипеде катался. Очень хороший товарищ был. И вот то, что вы сейчас сказали, меня просто огорчает. Мне стыдно за нее и за наших меньшан, кто ее поддерживает. Я знаю, что она имела бизнес, она обучала там программирование и прочее, но такого я от нее не ожидала. Просто стыдно. Спасибо большое. Спасибо. Да уж. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, да, слушаю. Да, блин. Тоже о ней могу сказать в личном разговоре. Когда я сказала, вы видели, что творится в центре против музея? Она говорит, а при чем тут демократ? Когда я ей стала говорить в плечо, она сказала, извини, я думала, ты умнее. Ну да, это, вот это типичный ответ левого радикала любому более-менее нормально мыслящему человеку. Это просто типичный ответ. А я думала, ты умнее. Или там сам... Это все ложь или это баллоне? Ну да. Ничего. Вот что она пишет о нас. О тех, кто не собирается голосовать за Байдена, и кто осуждает политику Притцкера и Мэдигана, который, я надеюсь, пойдет в тюрьму скоро. Очевидно, что они верные сторонники Трампа. Очевидно, что они не самые интеллектуальные или порядочные люди. Или образованные. Но они не знают, что такое демократия. Неужели они не знают, какие права мне гарантированы нашей Конституции? Я многому научилась, научилась из этого поста. В общем, мы не самые образованные, не самые порядочные, по мнению Эллочки Зибицкер. Дорогая Эллочка, вы вот такими высерами оскорбляете ну, примерно 80-85% русскоговорящих. То есть, вы одна такая звезда из Минска, а все остальные непорядочные, неинтеллектуальные и необразованные. Ну и, конечно, внизу Байден Хэрис 2020. Ну, за кого же еще голосовать? За такого же маразматика, как простите, и вы? Ну, я тебе скажу, можно было бы Эллочке задать вопрос. Эллочка, скажи, а какое отношение к демократии имеет сегодняшняя демократическая партия? Вместе с Байденом, с Хэрис и так далее. Вот какое они имеют отношение к демократии? Это партия, которая стремится к однопартийной системе. Это партия, которая стремится к абсолютному контролю над всем тем, что происходит. То есть, установить на самом деле фашистский режим. Давайте называть еще своими именами. Ну, да, давай. Контролировать производство, контролировать распределение, контролировать здравоохранение, контролировать обучение. Это типичный, классический фашистский режим. Это не социализм. Потому что мы знаем определение социализма. Прости меня. Да, нет, нет. Я могу сказать, какое отношение они имеют к Конституции? Скажи мне, пожалуйста, что сегодня делает демократическая партия и ее члены? То, что действительно написано в Конституции. Что? Ну, как что они делают? Они пытаются убить Конституцию. Вторую поправку забить, первую поправку забить. А какие права и гарантированы тогда остаются в Конституции, если у нее отнять право вот этого вот, прошу прощения, обкакивания народа всемирно? они, понимаешь, они же думают, что их это не коснется. Это же глупость. Это же, ну, собственно, супер-дупер интеллигенция семнадцатого года, которая шутила над кучкой большевиков и ничего не произойдет. Вот такая вот супер-дупер интеллигентная Элочка Забицкер, которая призывает всех поддержать великое движение Black Lives Matter. Это тех, которые убивают полицейских, избивают граждан, терроризируют граждан. Вот ты правильно сказал, вот Элочка бы оказалась на террасе какого-нибудь ресторана, и вот эти вот, я даже не знаю, банда это, пришла и сказала бы ей все, то, что она о ней думает. Может быть, тогда на собственной шкуре Элочка прочувствовала, что такое Black Lives Matter, и какое вообще это отношение имеет к смертям черных или к жизням черных. Кто-то из них выступил по поводу того, что на Саус-сайте просто ежедневно пачками за выходные там... Позвольте вам еще добавить. Пожалуйста. Мне кажется, такие люди жили в СССР не осознавая, где они живут, и зачем они сюда едут. Не, позвольте мне с вами не согласиться. Люди, которые жили в Советском Союзе не осознавая, где они живут, они сюда не приехали, потому что им там бы было хорошо, им не нужно было бы сюда ехать. Ну тогда как можно понять, или как они не могут понять разницу между коммунистической партией и демократической партией не могут разобраться ни в чем. Как они могут вообще поддерживать такие вещи? Вот так. Вот у нее такое мышление, потому что она считает, что все те, которые... Причем самое интересное, как человек, который когда-то имел бизнес, я имею в виду Элуз Бицкер, по идее, она должна была бы быть наоборот двумя руками за республиканцев, которые пытаются, пытались, по крайней мере, соблюдать бюджет, которые пытались не вмешиваться в бизнес, в частный бизнес людей и так далее. то есть, по идее, она должна была бы быть республиканкой. И вот как она... Она давно демократка с самого начала. Да? Да? Она демократка с самого начала, потому что ей... Как она считает, что она демократка? Нет, вы поймите, ей просто в ее... Я прошу прощения, ей некогда было подумать над тем, что такое действительно демократы и как они себя представляют. Это первое. В этом весь вопрос. Ну вот и все, поэтому вот вам ответ. Спасибо большое. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотел бы у вас спросить логики нашего мэра Нью-Йорка для власти. Нет, мы не психиатры, I'm sorry, это диагноз. Я это понимаю, но все же. Вот у нас вот МТА есть, вот они контролируют общественный транспорт, да. И с момента пандемии вот Деблазио сделал общественный транспорт бесплатно. Ну, и у него спрашивали, для чего вы делаете бесплатно, потому что те, кто работали, они получают зарплату. Те, кто были на Велфре, они получают вывод. Те, кто практически даже безработные получали пособие по размеру тысячи долларов в неделю. Так зачем же нужно было МТА до пандемии у нас бюджет в дыре было 7 миллиардов, а сейчас 12 миллиардов. И он теперь говорит, что из-за того, что Трамп не дает деньги, мы должны вынуждены будем уволить энное количество работников и поднять цену на транспорт. правильно. Понимаете, вот тогда он еще 4 месяца на этот вопрос, он так и не ответил, почему он поднял, потому что у всех были деньги, а вот мы теперь будем из-за этого страдать. Да, он вам не ответит по одной простой причине. Для того, чтобы понять его, вот вы спросили, как можно понять его логику. Его логика элементарная. Давайте, тратьте, делайте, что хотите, все равно федеральное правительство за это заплатит. И он рассчитывает на таких, как Нэнси Плосси, Чак Шумер, ну и и же с ними, о том, что они все-таки вот в этой, как сказать, борьбе за бенефиты, что они все-таки победят. И они выбьют деньги у федерального правительства на все вот эти демократические города, типа Нью-Йорк, Портленд, Сиэтл и так далее, все равно федералы заплатят. Вот поэтому они делают, что они хотят. Причем, чем они нанесут больший урон казне, тем больше в их понятии придется федералам платить. И скорее всего, что так бы оно и было, если бы там не был, не участвовал Трамп. Потому что Трамп на эти дела не ведется. Поэтому они сейчас, у них проблема. Денег в городе нет, ничего нет, а им никто ничего не дает. И сегодня Нэнси Полоси тоже ничего не добилась, кричала, вот, надо звонить Трампу, надо с ним разговаривать, я не могу ничего добиться от Нижней палаты, вернее, от Сената. А в Сенате она ничего не добьется, потому что то, на что она просит деньги, это именно то, чем занимается и Нюсом в Калифорнии, и Комо, и все те, которые руководят демштатами. Вот все. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Поддержусь совершенно по этому вопросу. Просто вот эти штаты, даже многие города, которые там демократы, просто разворовывают деньги, разворовывают, раздают налево-направо, вот смотрите, кем хорошие. По моим понятиям это называется власть за деньги. Ну да. Люди задабривают людей, которые считают, что власть великолепна, зачем их переизбирать и так далее. А я вам скажу, может быть, оно бы и сработало, если бы не вот эти погромы, которые устраиваются, это вполне могло бы сработать. Я не уверен, что это сработает до определенной степени, и как раз почему-то происходит, как раз накануне выборов в общем вся проблема. То есть демократы показывают, какие они добрые, как они помогают, транспорт в Нью-Йорке и так далее. Просто это беспредел. Я от чего отзыву не хотел у вас спросить комментарий по поводу, забыл фамилию, который ризайн в CDC по поводу Комминс, который он сделал. Кто Редфилд? Нет, в CDC резайн фамилия выскочила из головы, который сделал Комминс, что это все происходит, демократы против Трампа делают с этим COVID-19. Выскочила. Если вы слышали... Я честно, я не слышал, я просто знаю, что обычно от CDC, директор CDC это Редфилд. Он самая большая шишка, поэтому... Но я не слышал, чтобы он резайн. Может быть, кто-то там в CDC резайн какой-то более такого мелкого пошива. Сейчас взгляну в мои новости или перезвоню. Перезвоните, пожалуйста. Спасибо. В общем, Элочка Забицкер заняла очень активную позицию. Она призывает вот просто призыв такой. Сейчас я сосредоточена на том, чтобы активно помочь демократам победить на выборах. Мы должны вернуться на путь к лучшему будущему для всех. Хватит Америки Трампа, давайте сделаем это позади нас. Убедитесь, что вы проголосуете и проголосуете силу. Я не знаю, что она. Какой-то гугловский перевод, по-моему, вообще пошел. Мы должны победить и мы победим. Вот мне интересно, Элочка занялась этим. Но вообще это как бы не ее стезя. Занялась этим по зову сердца или, может быть, на зарплату к кому-то подсела? Ну, вполне возможно. Я всегда верю в эту пословицу. Если ты хочешь узнать, откуда растут ноги, фару демократов, Элочка, вам не хватило демократов, которые 50 лет здесь управляют этим штатом, загнали его в такую яму, что народ уже 174 тысяч убежал. Из Калифорнии народ бежит, где ваши же собратья, вот эти по-разному. Сереж, ты пытаешься ей вправить мозги? Ну, я просто разговариваю с людьми, многие люди, которые ее знают, тоже приходят в некое недоумение, то есть, знали ее как человека бизнеса, а тут вдруг просто какое-то сезонное обострение, ей-богу. Ну, не бывает такого, Сереж, не верю я в сезонное обострение. Что-то есть, или перекрыли кислород где-то, травм, чем вызвал нас себя. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Вы вчера не смотрели передачу по седьмому каналу 2020? Дукакис интервью трампа. Не Дукакис, попадут Стефанов Анаполос. Ну, один из Какис. Да-да-да, Какис, короче, Стефанаполос, да, смотрели. Передача была полностью подготовлена для того, чтобы поймать Трампа на каком-то одном вопросе, на который он не сможет ответить. Да. И подготовить этот вопрос для дебата, так сказать. Но Трамп, эта передача, мне сказали, что, птица час, длилась вчера час и сорок минут. Да. И Трамп разбил его в пух и прах. Каждую позицию, каждую позицию этих его вопрошающих, которые, конечно, все из Black Red Life Matter, даже те, которые называли себя «я голосовал за Трампа» или «я голосовал за Трампа», и то они как-то попакивали. Понятно. Спасибо большое. Хорошая тема для разговора. Действительно, вот в отличие от Байдена, который не может ответить на заготовленный вопрос, прочитать заготовленный ответ, не говоря уже о том, чтобы принимать вопросы такие серьезные. Трамп, на самом деле, в омут с головой кидается. Ты знаешь, меня удивило, знаешь, что, вот честно, я слушал это тоже интервью, меня удивило то, что Трамп изначально, вот когда вышла эта книжка, вот этот отрезок по поводу умоления, вот этого даунплейнда, ты понимаешь, я удивился, почему Трампу никто, там такие советники светлые головы свет, почему ему никто не сказал, ребята, я умолял именно риторику, но я наоборот, действия были на вне 120, понимаешь, и вот вчера Стефанаполос, он его пытался на этом поймать, именно на этом, но вы же говорите, вы же там, и Трамп сказал, что я, но это нужно было говорить не и вчера, это нужно было говорить, как только оно вышло, кто-то ему должен был сказать, мистер Трамп, если начнется вот эта вонь, тут же сказать, что я умолял только риторику, но под действием я пережал впереди планету. даже даже фаучи, наверняка такой тайный враг Трампа, и тот сказал, что никто бы не смог сделать ничего больше, чем сделал Трамп, но это не учитывается, это сразу отбрасывается в сторону, а то, что войн начнется, для этого и писалась книга, ты знаешь, баба, добрый день, говорите, пожалуйста, да, Элла, если бы вы знали, как ваш честь пострадал от антисемитизма в самые антисемитские годы, вы бы не то, что так не говорили, я не знаю, что вам сказать, если бы он слышал то, что вы сейчас голосуете за демократов, он бы умер второй раз, извините меня. Спасибо большое, спасибо. Окей, мы должны прерваться, на самом деле, мы должны сделать небольшой перерыв, послушать рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Народная трибуна, телефон студии по-прежнему 847-400-5200 и давай у нас сегодня такой день общения с людьми. Добрый день. Добрый день. Я опять эмоционально выступлю. Я вчера послушал ролик Леона Ванштейна, где он буквально бьет в набат. Люди мира, встаньте, вооружайтесь, нас ждет 4 ноября, ну, можно сложить вооруженное восстание. И мне кажется, что тут больше правды, чем выдумки. Вот я хотел бы услышать ваше мнение на этот счет, потому что покупать пистолет с перцовым спреем, как он предлагает, но для меня может такой пистолет пригодится только для того, чтобы выстрелить себе у попу, чтобы я быстрее бежал. Понимаете? Спасибо вам за шутку. На самом деле проблема такая маячит на горизонте. Вы посмотрите, Элочки, людоедочки призывают Black Lives поддержать. У них есть боевые отряды. Мне вчера позвонили из Нью-Йорка. Ты знаешь, что в Бруклине ребята, так сказать, не сдались просто так. Абсолютно. Я разговаривал с человеком, который руководит всем этим. Не буду называть пока его имя. Значит, он рассказал примерно такую историю. У нас было сначала человек 50, по-моему, он сказал, или 40, около 50, не помню сейчас точно. И они говорят, каким образом идут. Вот они были там на Шепскитбе и решились пройти. Впереди идут боевики, а за ними идут уже толпа такая, сумасшедшие, Эллы Зибицкеры и прочие такие. Вот. Он говорит, ну, их было где-то около 4 тысяч человек этой банды. А нас, говорит, человек 50 всего. Ну, мы тактически как-то расставили своих ребят, которые внушительные такие ребята. и мы их уговорили. Они не пошли дальше. Потом, говорит, а их собралось там еще больше, но у нас к ним стали примыкать к этому отряду другие там братва, вот эти байкеры и так далее. Их там насчитывается сейчас приличное количество людей. И в Бруклине на этот счет стало тихо. И я подумал о том, мы вот разговаривали с моим другом, что вполне возможно, что 4 ноября произойдет нечто, ну, нечто подобное. Я имею в виду, что они, понятно, что демократы не будут соглашаться с результатами выборов, они уже заявили о том, что вот если Байден не победил, то мы результаты не принимаем. И у них есть это сумасшедшее боевое крыло. Я не знаю, насколько они управляют, они вырастили монстра, они его подкормили, но сейчас я не знаю, так сказать, этих анархистов вообще никакой вариант не устроит, ни Байден, ни Трамп, ничего. И, так сказать, во что это выльется, непонятно. И встал вопрос о том, а можем ли мы обеспечить свою безопасность. Потому что мы видели ситуации, когда какое-то количество, несколько полицейских стоят и наблюдают, потому что они не в состоянии ничего сделать. Там, скажем, если десяток полицейских и три сотни буйствующих элочек-звицкеров с палками, с дрынами, с цепями и так далее. Ну и вот мы подумали о том, что как мы сможем себя защитить? Скажем, а вдруг они двинутся, скажем, на какой-то пригород, в Норсбрук? Сможем ли мы каким-то образом обеспечить безопасность своим соотечественникам? Вот такой вопрос стал. Ну, ты помнишь, да, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, понятно, если ты, даже если у тебя дома есть, хотя, благодаря таким политикам, за которых голосуют Эллы Зибицкеры, у нас такой закон, что ты защитить себя не можешь, не говоря о том, что свое прапорти защитить не может. Потому что Эллочка, ну, а я помню, как Эллочка поднимала народ на баррикады, и там какая-то преподавательница из Норс-Вестерна по физике, профессорша, дружно так, вторую поправку им не нравилось. Вот когда придут громить ваш дом, я посмотрю на ваши рожи. Да, но она-то считает, что ее дом обоих сторон, она же повесит вывеску Black Lives Matter, да, да, да. И все, ее обойдут. А вот то, что, ну, в общем, вопрос действительно серьезный, и он стоит довольно острый, и мы к этому вопросу еще вернемся и попробуем каким-то образом его решить. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Ребята, привет, Олег. Привет. Ну, вот пришло время не петь интернационал, но я думаю, песню «Мы мирные люди, но наш брояпой стоит на запасном пути». Надо вспомнить, кстати, когда я употребил эти слова в разговоре с голубчиком, он мне говорит «Это что, угроза?» Вот. А, это вот такой же продукт Элочки Зибицкой. Да, да. Такой же сосок. То есть, моё... Ты видишь, вообще политика вот сама. Вот просто упомянули песню, сразу, «А, это что, угроза?» По поводу записки, очень многие задают вопрос и говорят, «А давно это с ней?» Я тебе скажу, с 2016 года точно, потому что я с ней ещё тогда имел дискуссии и понял, что человек безнадёжный, как Толик сказал. И, как ты говоришь, мы не психиатры, да? Да, мы диагноз не лечим. Потом вы упомянули про Байдена, буквально сегодня услышал пару его первых, значит, он сказал, что в милитаре уже погибло более 6 тысяч человек, значит, погибло 7. Не погибло, а умерло. Умерло, да. От ковид, от ковид умерло 7, а не 6,5 тысяч. Далее, у него математика совсем другая, например, он говорит число 1 тысяча 485 тысяч двести там шестьдесят один. Ну да. Олешка, в пятницу мы с тобой об этом подробненько поговорим, все эти цифры запиши, и чтобы... Я запишу, да. У меня вопрос к вам, ребята. Вчера Такер потратил буквально, наверное, больше, чем полчаса на беседу с одной из женщин китайского происхождения врача. вирусолога, да. Да, ну вот, я не знаю, слышал ты или ты. Я слышал. Я не обсудил. Да, да. Вот кто, да. Дело о том, что этот вирус, конечно же, в лабораторию... И об этом мы с тобой поговорим в пятницу. Держи всю информацию. Хорошо? Спасибо. Хорошо, поговорим. Да, пока. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У меня есть одна реплика, короткий вопрос. Во-первых, по-моему, говорить о том, что что-то произойдет 4 ноября, это совершенно не имеет смысла, потому что очень много людей будут голосовать по почте, и 4 ноября еще никакие результаты известны не будут. Разве что только вот выборы прошли и давайте пошли на улицу. Вряд ли такое произойдет. Это может произойти, наверное, но вы правы в том смысле, что действительно с этой целью, спасибо большое, с этой целью было затеяно вся эта лабуда с тем, чтобы после того, как все равно в ночь голосования экзит полы приводятся результаты и как бы называются, все равно будет понятно, куда склоняются чаши весов, но то, что они потом будут мухлевать с этим делом, это, так сказать, однозначно. Ну и потом есть категория бандитов, таких как анархисты, которым неважно, кто выиграл, кто победил, им лишь бы погромить. Они ненавидят страну, ненавидят порядок и, так сказать, им все совершенно по барабану. Но что меня успокаивает? Я думаю, что после того, как выборы пройдут и станет очевидным, что Байден пойдет на пенсию спокойно, вместе с Хэрис, то у Трампа будут развязаны руки. Я думаю, что вот этим людям, которые, так сказать, рассчитывают, что им все будет хорошо, не поздоровятся. Ты знаешь, что мне понравилось? Значит, ты знаешь, да, что уже написали письмо генералу армии, начальнику военного штаба армии, о том, что вы должны готовиться вот к этому четвертого ноября, перевороту, там, бла-бла-бла, то есть, демократы написали письмо генералу армии, на что генерал армии сказал, армия в этом участвовать не будет, а если будет, то только на стороне закона. Это очень важно. То есть, они, по крайней мере, не подомнут под себя армию, не подомнут под себя вооруженные силы. Это очень важно. Все остальное, ну, будет зависеть, посмотрим, на что наша полиция гораздо. Да, и еще один момент, я уже говорил о том, что меня на 30 дней заблокировали на фейсбуке, ну, и пока я там отсутствую, тут в мадрес был брошен, в мой огород был брошен камешек. Светлана Славина, славная женщина, Светлана Славина, активная, принимает участие в ралли, все, молодец, умничка. Но вот почему-то ко мне какая-то претензия. А почему Зацепин не был на нашем митинге в воскресенье, и наш пост он заблокировал с приглашением на митинг? Вот если такой умный, пусть сам сидит с заблокированным аккаунтом. Это как бы вот ответ на мой. Значит, я зашел через аккаунт моей супруги и написал, что, ну, во-первых, я никого не блокировал, никакие посты, ни ее, ни чей-либо, я не удаляю. Это явно не в Сережином облом. Я не удаляю. Я написал, что я не удаляю. Но, говорю, с другой стороны, даже если я с вами не совсем согласен, если бы вас заблокировали, меня бы это не привело в восторг. Честное слово. Нет, блин, объяснил все. Вот что написал буквально. Светлана Славина, используя аккаунт моей супруги, должен вам ответить. Во-первых, я не блокировал ваш или чей-либо пост. И даже если я не во всем с вами согласен, я бы не радовался в аналогичной ситуации. То, что я написал. И тут... Опять. Отвечаю на вопросы Зацепина и остальных. Мы сделали видео, в котором рекламировали ивент воскресенья. Я постнула его на радио Зацепина. Он его... Еще раз говорю. Я не удалял никакие посты. Светлана, если вам хочется, если я вас раздражаю, оставьте меня в покое. Мало того, я предложил организаторам этого ралли транспаранты Трампа, которые мы оплатили. И причем организатор Трампа этого ралли, Флора Тапп, спасибо ей за организацию этого ралли. Кстати, ралли прошло, мои друзья говорят, великолепно. Тоже я ей написал эту информацию, что не может быть... Нет, Светлана Славина никак не успокоит. Светлана, успокойтесь. Не удалял я ваши посты, не посты, никакие не призывы, ничего абсолютно. Мало того, чем больше людей будут принимать в этих ралли, я считаю, в этом есть определенный смысл. Ралли проходит сейчас каждую неделю. Кстати, 19 сентября будет проходить ралли в Лейк Форест Хай Скул. Оттуда начнется это автомобильное ралли. Там маршрут целый разработан. И это вдохновляет людей. Я смотрел, как люди реагируют, когда они видят, что есть какое-то движение. Вау! Не только Эллы Зибицкеры со своими Black Lives Matter, так сказать, ходят на ралли и воодушевляют народ на подвиги избирать еще одного Притцкера и еще одного Медикана или Легкоступова. Нет. И люди нормальные ходят на ралли, проявляют свою политическую активность. Так что, Светлана Славина, размещайте ваши посты куда хотите, на наш сайт, не призывайте к насилию, брали двумя руками за, за любое ралли. Угомонитесь, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста. Да, кстати, я должен предупредить, буквально через несколько минут в нашем эфире будет кандидат на пост Куб Каунти стоит Саттерни. Вы знаете, что у нас на сегодняшний день в Куб Каунти есть такая Ким Факс, такая одиозная фигура. Вы помните, человек, который плевал на закон, человек, который выпускает бандитов, абсолютно не предъявляя никаких обвинений, то есть творит беззаконие. Попала на пост благодаря денежкам Жоры Сороса. 400 тысяч долларов отвалил на ее избирательную кампанию. А, да, кстати, по поводу Сороса, Элочка Забицкер призналась, что Джордж Сорос ее герой. Она пишет это вот, вот могу скриншот сделать, показать, когда меня из тюрьмы выпустят. То есть не Минахим Бегин ее герой, а Джордж Сорос ее герой. Элочка, ну, собственно, над больными людьми нельзя смеяться. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я опять о своем. Но вы уже сказали самую главную фразу. Дело в том, что вот именно у Леона Ванштейна прозвучало очень большое, ну, как бы сказать, в отношении... Превога. В отношении, ну, нашего военного... Командования. Да, военного командования. Давайте мы с Леоном в пятницу об этом поговорим. Хорошо? Уже из первых ул, что называется? подождем. Спасибо, спасибо. Добрый день. Ну, то, что вы оскорбили женщину, образованно, замечательно. Так, еще один таблетку потерял, блин, с утра. Бориска, ну, ты принимай лекарства вовремя, и тогда у тебя проблем не будет. Вам диагноз мы уже давно поставили. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, Сергей, вы только что раскрыли большой-большой секрет. Я никак не могла понять, как человек, уехавший еще до развала Союза, когда лишали гражданство, и это было героизм уехать из Союза, мог стать на левую сторону. Теперь все понятно, она же куплена Соросом. Все стало на свои места. Да. Спасибо большое. Но легче от этого не стало. Да, у нее есть последователи, но Бориска это особый случай. Добрый день. Во всей стране происходит разгромы, рубежи. И это не просто так, это хорошо организованное, очень хорошо организованное движение. И поскольку это по всей стране, то это уже ответственность президента и федеральных властей. У президента есть большие мощные агентства, РБА, СИА, ДРЖ. Окей, я открою вам страшную тайну. по слухам на саус-сайте нашего города полторы тысячи федеральных агентов. это мне сказали так со стороны, а я подумал, что да, вот так точки соединил, не зря приезжал сюда бар, не зря он выступал и сказал, что на 50% сократили преступность. то есть на саус-сайте глубоком саусе работает саус-сайте Чикаго. Похоже, работают федералы. Да. И причем работают серьезно. Так что, друзья мои, федералы работают. Пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир. Я бы хотел узнать о порядке голосования. Если я получил аппликейшн, должен ли я их заполнять и отсылать? Значит, послушайте меня. Если вы собираетесь пойти проголосовать лично на избирательном участке, то вы ничего не должны никому никуда отправлять. Если вы собираетесь голосовать по почте в силу каких-то обстоятельств и причин, то тогда вам нужно заполнить аппликейшн, вам пришлют бюллетень, и тогда вы проголосуете и отправите этот бюллетень. Вот таким образом. Я почему звоню? Потому что мне сегодня пришли письма мне и жене с анкетами, да? Да, от Джесси Вайт. Да, да. Ну вот еще раз я говорю, если вы собираетесь идти на избирательный участок голосовать, то вы ничего не должны делать. А если вы собираетесь проголосовать по почте, то вам необходимо заполнить эту анкету, отправить, вам должны будут прислать бюллетень, вы тогда его заполните и отправите, ну вот, до определенного момента. Ну, я хочу голосовать за республиканцев. Я хочу взять свою аппликейшн и прийти туда. Аппликейшн вам даже брать не надо, вам нужно просто прийти на избирательный участок и проголосовать. Если вы зарегистрированы уже. Ну, в прошлом году, в прошлый раз я голосовал. А, ну все, значит, вы зарегистрированы. значит, вы у них в списках. Все, что вам нужно сделать, это прийти на избирательный участок. Кстати, раннее голосование начнется 19 октября. Где будут открыты избирательные участки, пока непонятно, но мы будем по возможности держать вас в курсе дела. Спасибо. Вот это я хотел узнать, а все остальное я поддерживаю в ваших радиах. Спасибо вам огромное и доброго здоровья. Всего вам тоже. До свидания. Ну что ж, время пролетело. Буквально через несколько минут в нашем эфире Хэтрик О'Брайан, который баллотируется в офис Кук-Каунти State's Attorney. Никуда не уходите, может быть, у вас будут к нему вопросы. Продолжение следует...